12 ноября состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Энергичные люди-2021», учреждённого концерном «Росэнергоатом». Творческий конкурс проводился для работников СМИ и блогеров Смоленской области на лучшее освещение темы развития атомной энергетики. Председатель профсоюзного комитета Смоленской АЭС Игорь Хомяков на награждении поблагодарил журналистов за активное участие в конкурсе. За объективное освещение безопасной и надёжной работы атомной станции, её экологической чистоты и вклада в развитие региона. В борьбе за звание «Энергичных людей года» участвовали видео- и радиоматериалы, публикации в печатных СМИ и социальных сетях. Месяц назад мне повезло столкнуться с очень интересной историей, когда у нас в Десногорске проводился один из этапов X-Voters. Приехали интересные люди, очень классно всё было организовано, и довелось окунуться в эту атмосферу уникальных людей, которые могут плыть часами, сутками. И ведь для того, чтобы плыть, они приезжают за десятки тысяч километров и радуются этому, заражают нас этой энергией. По мнению журналистов, участие в конкурсе – отличная возможность для профессионального роста. Этот замечательный конкурс объединяет журналистов, операторов городов атомной энергетики и помогает нам в развитии, и позволяет показать не только жизнь нашего города, но и узнать о жизни других атомных городов. По итогам конкурса победителями стали выпускающий редактор газеты «Рабочий путь» Татьяна Марщенкова, корреспондент ВГТРК «Смоленск» Максим Филипенков, автор блога на LiveJournal Сергей Чернов, сотрудники ТРВК Десна ТВ, оператор Юлия Соболева, главный редактор Виталий Степанов, корреспондент Ксения Ложкова.